МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Качество коммунальных услуг оставляет желать лучшего. В эфире дежурный по городу. В Роспусе. Улица Ташкентская, 102. Крыльцу второго подъезда необходим ремонт. Однако, по словам жителей, в управляющей компании придерживаются другого мнения. В общем, вот это крыльцо, в таком состоянии, такая огромная дыра. У нас пожилых много людей, детей, детей, и все зимой мы скатываемся. Назад залезть невозможно. И я сколько раз звонила, как она называется, универсал-то, не управляющая, а вот у них там, как она? Управляющая компания. Да, управляющая компания. Четыре раза, на пятый раз. Заявочку приняли, заявочку приняли. А на пятый раз уже сказали, что мы вас не включили. В 2016 год у вас прекрасное крыльцо. Я говорю, да, но если мы сломаем ноги и упадем, навзничь головой насмерть, я говорю, вы будете отвечать. Вот так вот. Сейчас уже мы спотыкаемся. У нас 13 пенсионеров. Проблема в чем, что вторую перилу нужно. Обязательно. Потому что люди, держась за ту перилку, ломается вот эта вот лестница. Сломалась. Да, она сломалась. Она окончательно дыра будет скоро. Настоящая дыра вглубь. И тогда уже ноги ломаются. Прыгать. Здесь вот заасфальтировать это место. И здесь немножечко подровнять. Вот здесь или решетку, или тоже подровнять вот это место. И все. Это недолго. А они сказали, что у вас прекрасное крыльцо. И на 2016 год не будет никаких вам ремонтов. Вот и все. Все говорят. А потом требуют, чтобы им платили. За что им платить-то? Проспект Кирова, 160. Жители недовольны тем, что траву вдоль пешеходной дорожки косят избирательно. Недоволен то, что здесь растет амброзия. Она уже зацветает. Аллергии у маленьких детей. Детям у нас площадки совершенно нет. Дети играют в этой траве. Магазин. Магазин. Ну, полтора метра от магазина они скосили. Каждый год они косят. Два раза в году. Каждый год. Один год они даже просили их скосить. Но директор сказал, зачем это мне нужно. Потому что я нанимаю тоже сам. Два года косили. Я звонила в зеленхоз. Зеленхоз мне ответил, что этот участок не наш. Это администрация. Администрации весной скосили. А осень, не знаю, когда они будут косить. Когда уже она цветает. Значит, на будущий год еще больше будет семян. Я звонила вот вчера в администрацию. Там телефоны, по которым я раньше вызывала, не отвечают. Наверное, сменились или чего. И попала вот на телевидение. Да на час от силы. Они приходят не один, а два, три человека. Здесь, говорю, полтора часа работы, чтобы собрать все и скосить. Вот единственное, что просим. Потому что аллергия не только у детей, но и у взрослых. А у дороги дорожник проходит. У них тоже свои метры или сколько, не знаю. Раньше, вот когда здесь работали дворники у нас, они этот участок убирали все время. Сейчас дворники подметают асфальт. И приходящие один раз в неделю. А кто здесь будет убирать? Чей этот участок, я не знаю. Смущает. Смущает, что и дворника у нас, и даже один раз в неделю в ней бывает приходящий дворники. Маленький участок, он остается ничейный. Кто его хозяин, не знает. Это все на сегодня. Звоните и пишите в нашу редакцию. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok